Микс Ньюз Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме и, как мы и обещали, говорили, продюсер Фёдор Лубов в нашей студии появляется. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. И давайте, может быть, ну сразу начнём с большого события. Приезжает венский к нам оркестр с музыкой Штрауса. Вот насколько для рижан это, ну, будет в новинку, может быть, насколько часто такого уровня вот происходит у нас мероприятие в городе культурное? Да, 10 февраля у нас в Рижском доме конгрессов будет концерт всемирно известного оркестра из Вены под названием Штраус Фестивал Оркестр. Это, ну, уже на протяжении 30 лет завоевавший свое имя оркестр. Он был в Прибалтике несколько раз, но сейчас он едет с большим прибалтийским туром, посещая Эстонию, Литву и в том числе Латвию. Вот. Рига для них, наверное, такой основной пункт, потому что в Риге они только второй или третий раз. И если говорить про ощущения рижан, то, безусловно, это классическая музыка. Это музыка Штрауса, это популярные венские и австрийские опереты, это музыка Гайдена. Но основное, на что я бы сделал бы упор и почему бы я бы посоветовал зрителям пойти на этот концерт, это то, как они воспроизводят музыку. То есть, их дирижер Питер Гуд, который тоже известен, и он очень эксцентричен именно в плане, как он работает за дирижерским пультом. То есть, это не просто сухая классическая музыка, но это развлечение для слушателей, это какой-то новый подход, потому что Штраус Фестивал Оркестра именно знаменит тем, что они вовлекают зрителей в концерт, и концерт насыщается таким интерактивом и интересным. Каким интерактивом? Как это? Ну, на самом деле, одно из ключевых отличий, наверное, Штраус Фестивал Оркестра и их дирижера Питера Гуд в том, что за дирижерским пультом он никогда не дирижирует с палочкой, а вот как это было принято во времена Штрауса, он дирижирует со скрипкой в руках. Это, наверное, тяжело представить, но я это видел, я был на их концерте несколько раз, и поверьте мне, это на самом деле захватывающее зрелище, потому что дирижер руководит всем составом не только с помощью как бы движения рук, но он еще сам принимает непосредственно в этом участие. Работает на две ставки. Да. Я тут сразу вспомнила выступление, мне кажется, ролик обошел весь интернет. Наш дирижер Андрес Нельсин, где он в Венской опере как раз-таки выступает, проводя новогодний концерт, он заставил всю публику аплодировать по его, грубо говоря, под его вот этим руководством, да, дирижировал не только оркестром, но и самой публикой. Да, 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 если я не ошибаюсь, то это было на это Рождество или Новый год, да. Вот именно в этом, мне кажется, заключается основной, наверное, пункт, почему бы я бы пошел бы на этот концерт, потому что в Риге очень много происходит концертов, очень много и классических мероприятий, и если кто-то для себя понимает то, что он любит классику, но может быть не настолько, чтобы купить билет и пойти на концерт, то вот это очень хороший как раз случай, когда можно пойти, хорошо провести время и на самом деле получить от этого удовольствие, не думая о том, что классика это нудно, скучно. Ой, я думаю, что в те времена, когда Штраус писал свою музыку, ведь, наверное, для тех, кто приходил на концерты, это была и как раз и была попса, то есть по большому счету это вот и была вот та самая популярная музыка, которую люди, под которую развлекались, танцевали, веселились, то есть это вот были современные танцполы, как раз происходили именно под это. Да, наверное, еще очень важно сказать, что Штраус фестиваль оркестра знаменит тем, что, ну, понятно то, что это венский оркестр из Австрии, то есть это уже сразу дает марку, потому что австрийская оперная и австрийско-классическая музыка, это, скажем так, это торговый знак во всем, во всем, ну, я бы сказал, даже индустрии концертов и музыки в мире. Но именно этот оркестр открывает ежегодный бал венский, и он признан официальным венским оркестром. То есть есть венский оркестр непосредственно из венской оперы, и есть еще ряд оркестров, которые признаны австрийским государством, что это их официальный оркестр. Такая марка. Марка, да. То есть это, ну, как бы знак качества, что ли, если можно это так назвать. По поводу площадки, и мы знаем, что, например, для обычного там певца, певицы или какого-то выступления знают там требования технические, можно подобрать там, ну, любую площадку или подстроить любую площадку. Это все-таки оркестр, каждый инструмент по-своему звучит, нужно там акустика, все вот это вот сложно, легко, как... Почему именно это было выбрано? Да, дом конгрессов, правильно? Да, дом конгрессов был выбран, объясню почему. На самом деле по акустике есть в Риге ряд площадок, которые с технической точки зрения, они лучше, если мы не прибегаем никаким техническим применениям, конденсаторным микрофонам, то есть это живой звук. Но, к сожалению, тут, как у продюсера, наверное, самый главный, самый больной вопрос, что мы не помещаемся тогда в бюджет, потому что площадки очень маленькие. То есть на данный момент дом конгрессов – это единственная площадка, где можно собрать порядка тысячи человек, и при этом сделать хорошо как бы и нашим слушателям, и зрителям, чтобы не были очень задраны цены, и в то же время провести концерт так, чтобы и мы не остались в минусе, и смогли как бы существовать дальше. Что касается домов конгрессов, то это не пик акустики, но учитывая 21 века и технические условия, то сейчас это все решаемо, ставится конденсатор на микрофон и практически на каждый инструмент, и потом через специально настроенную именно под классическую музыку систему это выпускается в зал. То есть слушатель или слушатель очень… Конечно, живой звук не поменяет ничего, но разница между живым звуком и то, что как бы будет воспроизводиться через какие-то усилители, она минимальна на сегодняшний день. А сколько человек будет на сцене, то есть насколько большой вот венский, ну, штраус-фестивал-оркестра? Штраус-фестивал-оркестра – это камерный оркестр, в этом году они едут в составе 24-х человек, соответственно, ну, один из них дирижер – Питер Гуд. То есть они… Их 24 человека, в основном это струнный оркестр, то есть там большинство присутствует тех, кто играет на скрипках, виолончели, контрабасах, но я могу убедить наших слушателей и уверить, что там они получат заряд и барабанов, и всего остального, что как бы есть в полноценном оркестре. Все будет. Все будет, да. Они ничем сильно не отличаются от оркестра в 90-е, человек просто уменьшенный формат, да. Я не могу про детей не спросить, это всегда такой острый вопрос, потому что, с одной стороны, родителям всегда хочется детям показать и приобщить их как-то к вот этому великому, особенно, ну, там мы уже поговорили, что это такой, может быть, такой более легкий вариант, да, не надо там сидеть два часа и слушать классическую оперу, в классическом моем понимании. Вот что с детьми на подобного рода концертах? Нужно ли братьевы? Нужно ли или как-то все-таки рекомендуется такой, есть легкая цензура на детей? Я бы не сказал, что именно на классический концерт есть какая-то цензура. У нас есть очень большой опыт и практика работы и в различных концертных залах, в том числе и в концертном зале Дзинтри в Юрмале, и из года в год я замечаю только увеличение потока родителей с детьми, и я не могу сказать, что как бы присутствие детей как-то кого-то отвлекает от концерта, то есть, ну, здесь, наверное, больше адекватность родителей, если они понимают, что они как бы готовы высидеть с ребенком концерт, или вовремя, если там ребенок начал плакать или рыдать, вовремя встать и как бы на какое-то время покинуть зал. Не заставлять до конца. Сиди и слушай. Я думаю, что вот в случае Strasse Festival Orchestra такого не будет, потому что это все-таки какой-то будет интересно, это будет какая-то немного такая уже построждественская сказка в плане музыки. Наверное, грудных, ну, детишек, хотя, опять же, при классической музыке я замечал тенденцию, что они успокаиваются и спят лучше. В принципе, наша политика, что до пяти лет можно брать с собой детей, и если без места, то это бесплатно. До пяти лет бесплатно. До пяти лет бесплатно, да. Я смотрю, что уже расписаны гастроли вот Strasse Festival Orchestra на этот и на следующий год, там, на 2021 уже, насколько сложно планировать вот гастроли такого рода артистов, особенно востребованных, которые часто бывает, что на несколько лет вперед уже ставят все это в расписание, вклиниться куда-то, как это происходит? Ну, здесь, наверное, опять же, все очень сильно зависит от уровня и класса артиста, потому что у нас есть артисты, с которыми мы работаем уже на 2021 год, есть артисты, с которыми мы ведем переговоры на 2022 год. То есть сам процесс переговоров, он может заниматься от месяца до года. Все зависит от того, как будет развиваться и как получится все-таки найти какие-то адекватные условия, и вы найдете как бы баланс между собой и артистом, что и им удобно, и как бы вам удобно, да, потому что очень часто, наверное, самое сложное, это вот, ну, если говорить про оркестры, что они гастролируют по всему миру, то есть если у нас есть какой-то период, когда мы хотим их привести, то мы можем понимать то, что они за месяц до этого они находятся где-то в Азии, до этого за океаном в Соединенных Штатах Америки, а не дай бог еще и в Австралии, да, то есть здесь, наверное, вступает больше вопрос, опять же, экономически-финансовый и организационный. Обе стороны должны быть очень, ну, как бы, разумительно адекватны и понимать, что, во-первых, они успеют по срокам, во-вторых, коллективу надо дать отдохнуть, то есть здесь больше вступает в силу именно организационные моменты в плане времени, опять же, денег, продумать всю логистику, потому что порой бывает тяжело вот с коллективом, как там, я не знаю, 24 и выше количества людей, бывает тяжело с ними продумать какой-то маршрут, потому что они, например, скажем, мы с ними ведем переговоры на 2020 год, они еще не знают, где они еще будут. И потом, конечно же, вступают такие вещи, как покупка авиабилетов, транспортировка, и это вот, наверное, такой большой класс, который самый тяжелый. Я знаю, что еще ведь проблема с музыкальными инструментами, но у нас вот есть звонок, мы вас попросим надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте. Очевидно, какая-то проблема со связью. Ну, вот у меня вопрос был с тем, что ведь эта проблема ведь не только привести там несколько десятков человек, но у каждого из них есть еще и инструменты, то есть это не одно дело скрипка, которую можно, не знаю, взять с собой, а есть виолончель, есть там барабаны, антробас, который сдавать надо, наверное. Как с перевозкой инструментов? Ну, безусловно, наверное, главная проблема и главная задача продюсера – это вот, ну, состыковать такие моменты. И в случае оркестра самое тяжелое – это когда мы и вправду подбираемся к тому, что им нужны инструменты, и зачастую музыканты не хотят играть на чьих-то других, на каких-то арендованных инструментах. То есть для них очень важно, и я на самом деле их понимаю, для них это очень важно привести свой инструмент, который вот они досконально там до каждой последней гаечки, до каждого последнего, я не знаю, ключика или подтягивающего механизма струны, они его знают. Это так же, как для теннисиста своя ракетка. Спортсмену, да, в чужих кроссовках бегать, наверное. Да, именно. И здесь мы пытаемся, как бы, опять же, найти различные решения. Не всегда это получается в плане времени и какой-то транспортировки. Иногда мы успеваем, иногда приходится прибегать к более дорогим методам, как вот, Олег, вы прекрасно знаете, что пару лет назад у нас был еще один большой оркестр, и нужно было фрехтовать аж два самолета, то есть один пассажирский, другой грузовой. Но в массе большинство оркестров летит, как бы, со своими скрипками, виолончелями. Это не проблема на сегодняшний день, потому что скрипка берется в ручную укладь, виолончель просто бронируется дополнительное место. А вот, что касается крупногабаритного груза, то тут, конечно, уже это потом вступает непосредственно коммуникация между двух менеджеров, то есть нашей стороны и оркестра, и находится решение. Либо это арендовывается на месте, либо это везется каким-то другим способом, то есть это наземным, ну или по воздуху. Не бывало случаев, когда инструмент, ну, мы знаем, если там это общий багажный отсек, там и чемоданы, и все что, и бывает, что и чемоданы там поцарапаны, или, не знаю, что-то разбивается, а с инструментом, который вообще-таки очень хрупкие бывают? Есть стандартная, как бы, спецификация и сертификация провозки инструментов. У каждого инструмента есть два вида кофров, ну или кейсов, да, специальные защитные, да. Специальные защитные, да. Есть так называемый мягкий кейс, это вот в чем они носят свои инструменты ежедневно, да, там на репетицию, машину или ту же самую ручную кладь. Есть жесткие кейсы, это уже непосредственно для транспортировки. Есть полужесткие, то есть это вот, если он едет в автобусе куда-то на дальнее расстояние, то в том случае, что там в багажном отделении ничего не произойдет. Есть непосредственно уже жесткие кейсы. Он состоит из трех кейсов, и это просто металлическая коробка, которая сама по себе весит 20 килограмм, и вот она сдается в багаж, и там как бы, ну, там минимальные шансы, что с инструментом что-то произойдет. Мне еще хочется спросить по поводу требований, опять-таки сравнить, наверное, каких-то поп-исполнителей. Мы все знаем, что у них там бывают списки, там, такое полотенце, да, такие стены и прочее. Виски там какого-нибудь там определенного сорта. Есть ли вот у классических исполнителей менее требованные, более требовательные или, в общем-то, на таком же уровне? Нет, безусловно, есть, ну, как у любого артиста, у любого коллектива, есть два вида райдера, это технический и бытовой, то есть технический райдер отвечает за технические параметры, которые они запрашивают, и им необходимы для комфортного и плодотворного выступления есть бытовой райдер. Вот в бытовом райдере как раз несется вся информация по размещению, логистики, то есть как перевозится оркестр, да, какие методы, я не знаю, и есть более капризные, которые требуют более новые машины, то есть, безусловно, все очень сильно зависит, опять же, от уровня музыканта и, ну, до их адекватности. Понятно, что у поп-исполнителей, конечно, в этом плане, скажем так, закидонов больше, чем у оркестров. Я не встречался ни с одним оркестром, с которым были бы какие-то проблемы согласовать, ну, что-то, то есть, там никаких там спецзапросов и серии черная икра, бутылка виски, этого, конечно, нету. И тут, наверное, очень важно подходить, я всегда к этому подхожу с одной точки зрения, как бы я бы хотел, чтобы меня приняли. То есть, если, ну, ты принимаешь, как принимающая сторона, коллектив адекватный, как человек, ты подходишь к тому, что ты им делаешь нормальное размещение, нормальную перевозку, всё выстраиваешь таким образом, чтобы человеку было комфортно, то, как правило, в 99 случаях ты не найдёшь никакого нарицания с их стороны в твою сторону. Но это общие требования или у каждого из исполнителей свои? Или общие для оркестра есть? Вот они как-то приходят к общим каким-то запросам? Или у каждого своё что-то? Нет, у каждого есть что-то своё. Есть, понятно, общие требования, такие, как там проживание, опять же, перелёты, переезды, какой-то там кеттеринг, да, то есть, ну, их быт пока не находится здесь, их надо кормить, поить. Дальше эти сегменты уже распределяются непосредственно в какие-то конкретные их запросы. То есть, кто-то может требовать там четырёхзвёздочную гостиницу, кто-то пятизвёздочную. Кто-то говорит, вот мы не будем летать там Райнэром, Лоукостером, мы хотим полететь там более дорогой авиакомпанией, да, или нам вообще нужен частный перелёт, потому что мы хотим вылететь в 2 часа ночи и быть у вас в 5. Это как бы, опять же, это всё решается отдельно, но если говорить про вот общую, там, я не знаю, индустрию концертов, то, наверное, вот, ну, классические исполнители и непосредственно оркестры, они легче всего, конечно, в этом плане, потому что они, опять же, у них нет никаких колоссальных запросов. Им главное, чтобы их привезли, чтобы они поспали нормально, поели, выступили, уехали, да. А классические концерты, насколько они востребованы, насколько вот меняются, например, вкусы, насколько в рижан, латвийцев, вот, запросы на классическую музыку. Мы все видим и знаем, что вот, в принципе, с уходом новой волны вот стало даже больше, ну, то есть, какая-то востребованность именно классики и прям заполненные, там, были в дзинтере. Гораздо меньше можно встретить поп-исполнителей, а больше как раз классических. Безусловно. И здесь, наверное, Олег, вы очень правильно заметили, это, наверное, вот, ну, для нас, как там, я не знаю, для продюсеров Риги или Латвии, Прибалтики, это очень, как бы, большой и важный вопрос, потому что классики и вообще концертов на латышском и рижском рынке, их очень много. То есть, есть даже ощущение, что рынок где-то перегружен. И вот, как вы заметили, там, с уходом новой волны, вот, там, я не знаю, последние лет пять, мы замечаем тенденцию, что классики, прирост классики, он больше, 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 больше. И здесь, наверное, нужно подходить, опять же, нужно подходить к своему делу с точки зрения человека, вот, что бы я бы хотел, на что бы я хотел пойти, нельзя вот вести что-то просто а-ля привести и попробовать на этом, там, заработать. Это подход, который не сработает. Что касается местной публики, то она, безусловно, из года в год знакомится с чем-то новым, она как-то продвигается и, соответственно, ее запросы, на мой взгляд, они растут, но растут не в том плане, что там, я не знаю, мы хотим вот это или просто нужно, когда ты везешь что-то очередное в Ригу, на мой взгляд, нужно думать о каком-то новом формате, привозить что-то, может, чего не было, что-то интересное, да, потому что публика не может ходить на одно и то же, как бы нужно двигаться и развиваться. И классическая музыка и классический мир, он абсолютно этим не ограничен, он дает это, потому что каждый год, какие-то новые артисты появляются, новые коллективы, что-то новое, новые форматы происходят. Пора нам заканчивать Венский Штраус-фестиваль 10 февраля. Да, в Доме Конгресса. В Доме Конгресса билеты можно приобрести в кассах Билишу Парадис. Спасибо большое. Продюсер Федор Лобов был у нас в студии. Чуть-чуть о грядущих событиях на нашем радио. Добро пожаловать. Буквально вот через пару минут начнется программа. После новостей и рекламы, как обычно, вопросы готовьте свои, мы знаем, что активны вы всегда. В это время с 12 до 13 программы «Разворот» депутат Сейм и предприниматель Дэдис Шмидц будет в этой студии вместе с Абиком Элкиным. После 16 часов диагноз недели Ариэль Резник Мартов, после 17 открытая кухня и после 18 вечерний интерактив ждет вас. Так что не переключайтесь. Спасибо вам, что были этим утром с нами. Олег Пек, Анастасия Смоловская, Евгений Копеин в качестве звукорежиссера. Всего хорошего.